Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Ноябрь заканчивается, первая декада ноября. И, конечно, надо взять всю свою силу воли в руки куда-то еще для того, чтобы, наконец, завершить сезон садово-огородных дел. Хотя это не так и легко для тех, кто любит это занятие. Вот за мной есть небольшая посадочка малины, которая, конечно, требует обрезки. Несмотря на то, что несколько теплых дней и малина снова начинает нам показывать свою готовность, чтобы отдавать нам урожай, радовать нас цветением и урожаем, но это уже все достаточно обманчиво. Зима будет, зима все равно придет. И ветки вот эти лучше попозже, чем раньше, но все-таки придется отрезать. Куда же девать такое богатство? А особенно на участках, где этой малины много, этого ценного ресурса получается достаточно много. У ремонтантной, особенно у ремонтантной малины, ветви срезанные являются хорошими, плотными. У ремонтантной они не высохшие, они зеленые, зачастую с зелеными листьями. А это означает, что хотя мы попозже и делаем обрезку, и значительное количество питания уже уходит в корни, корни питают весной надземную часть, а к осени надземная часть уже питает корни. Там заложатся хорошие почки, заложатся мощные вот эти замечающие вегетативные органы зимующие. Все замечательно перезимует и даст нам, благодаря этому, замечательный урожай. Но стоит ли куда-то девать эти ветви или лучше их выбросить и не использовать? Если вы действуете по Ивановой науке и проводите все необходимые уходные мероприятия, даже если вы обратились внимание, что у вас там есть пурпуровая пятнистость, даже если где-то вы что-то там такое заметили, вы провели мероприятие по искоренению этих заболеваний и с помощью медь, содержащих растворов, о которых я рассказывал в течение сезона, и с помощью биологических препаратов, среди которых метаризиум, ну просто по-настоящему рулит. Я вот давеча проверял очередную партию метаризиума от Profit и просто в восторге, насколько препарат качественный, наполненный этим самым метаризиумом. В этом случае ветви, конечно, являются источником, значительным источником питания. Питание не только для растений, малины или каких-то других, но также и для полезной почвенной микрофлоры. По этой причине самое простое, что вы можете сделать с этими ветвями малины, в случае, если на них нет значительного количества болезней, вредителей, если вы всё хорошо ухаживали, всё хорошо делали с ней, просто измельчите их, немножко измельчите и уложите там, где вы их взяли, прямо наверх на посадке малины. В природе малина, находящаяся в двухлетнем цикле, у неё всё так и происходит. У неё ветви, отсвётшие и которые дали плоды, они остаются тут же в самой посадке, постепенно, естественным образом измельчаются, микробиками разлагаются и попадают сюда же к корням, к ветвям в основание, на почву, в посадку малины. Второй вариант, где вы можете использовать ветви малины, даже если на них есть там та же пурпуровая пятнистость, но вы не уверены, есть она там или нет, искоренили вы её до конца или нет, это замульчировать этими ветвями другие растения. Набросайте их на чеснок, набросайте их на розы, на гортензии, на многие другие растения. И поскольку между ними нет пересекающихся каких-то вредителей, ну, конечно, паутинный клещ, он везде паутинный клещ, но такие специфические болезни малины, они не передаются другим растениям, огородным растениям в частности, ну, розы. У роз свои болезни, марсония, антракноз, а у малины свои вертицеллёз и пурпуровая пятнистость. Поэтому вы, в принципе, можете делать такие кросс-обмены, да, то есть ветви малины, утепляйте ими другие растения. В целом из малиновых ветвей получается замечательная мульча. И если у вас есть измельчитель веток, а Юрий Фёдоров на своём канале очень хорошо рассказывал и сравнивал разные измельчители веток между собой, и с ножами, и с фрезой, то в этом случае вы вполне можете наделать из них мульчу и замульчировать свои любимые посадки. Что ж, есть и ещё другие способы, как использовать ветви малины. Например, на подтопляемых участках их связывают в пучки специальные, и при устройстве грядок в траншейки закапывают эти пучочки. Они создают некоторую рыхлость, благодаря чему избыток влаги накапливается в этих траншейках до тех пор, пока эти ветки полностью не сгниют и грунт не осядет снова. Ежегодно возобновлять вот такие вот траншейки, одновременно обогащая их органическим веществом, из которого состоят сами ветви малины, являются очень и очень хорошим способом рационального использования этого растительного отхода. Что ж, не выбрасывайте, обязательно пользуйтесь этими самыми веточками малины, как и всеми другими растительными остатками. Лишь не забывайте о том, что для полного снижения рисков переноса каких-то заболеваний по вашему участку от одних растений других или накопления здесь инфекции, обязательно используйте такой замечательный организм, как триходерма. Он достаточно универсален для профилактики и борьбы с множеством заболеваний, которые могут распространяться по участку из-за достаточно интенсивного ведения хозяйства. Поэтому сдабривание триходерма, если брать ту же триходерму профит и брать там пол чайной ложечки, буквально на квадратный метр разбросать этого субстрата и потом уложить эти ветки, то она заселится точно так же, как и у меня по участку распространится. И я это неоднократно и все время вам показываю, демонстрирую, как это работает. Что ж, пользуйтесь современными способами обеззараживания грунта, обеззараживания мульчи, обеззараживания вот таких растительных остатков, для того, чтобы не истощать, а приумножать плодородие на вашем участке. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова